Всем привет, ребят! Меня зовут Настя и добро пожаловать на мой канал. И если ты здесь еще впервые, то обязательно подписывайся, я думаю, нам будет интересно вместе. И сегодня видео про обработку, про инстаграм, видео, которое любят просто все, мне кажется, и я в том числе, поэтому я снимаю для вас этот ролик. В принципе, сейчас, мне кажется, все пользуются только Lightroom. Если вы не в курсе, то знаете, что высоко сейчас уже все, уже ушло, им почти никто не пользуется. Все начинающие и профессиональные блогеры в основном пользуются Lightroom, обработка именно там. Кто-то совмещает цветокоррекцию в Lightroom и фильтры высоко, ну, кто-то обходится только цветокоррекцией в Lightroom. Я считаю, что это довольно-таки неплохое приложение, это клевое приложение, в нем можно делать реально крутую цветокоррекцию, профессиональную. В нем можно работать как в ноутбуке, так и в телефоне, в чем огромный плюс, потому что обходиться можно, в принципе, только телефоном и не заморачиваться. Не передавать фотографии в ноутбук и так далее, поэтому круто, что есть это приложение на телефон. Оно идет сейчас бесплатно, называется оно Lightroom CC. Я думаю, что оно будет недолго бесплатно, потому что оно реально сейчас очень сильно набирает обороты, все начинают его скачивать. Поэтому разработчики этим обязательно воспользуются и сделают это приложение платным. Скачивайте его, пока оно еще идет бесплатно. Не знаю, есть ли он на Android, но знаю, что точно, вот он есть на iPhone. Если вы не знаете, что такое пресет в Lightroom, так это просто готовые как бы уже настройки под вашу фотографию, то есть готовая цветокоррекция, которую вы можете просто скопировать и вставить на свою фотографию. Я сейчас ищу всякие эти разные пресеты, потому что я ищу какую-то свою обработку. И вот я наткнулась на один очень клевый пресет. И методом тыка, знаете, я так его как-то подредактировала немного под себя, как он мне больше нравится. И решила показать вам, потому что получилось очень клево. И вообще, я думаю, что такая обработка сейчас актуальна, она много кому нравится, много кто хочет найти, как обрабатывать именно так эту фотографию. Так вот, знаете, это Lightroom, и сейчас я вам покажу, как. На самом деле, в этом приложении нет ничего сложного, если обладать некоторой информацией. Так, вот, заходим в Lightroom, CC. Вот у меня есть уже эта фотография обработанная, вот я вам сейчас покажу ее до. Видите, то есть она такая прям обычная. И вот она после. Прям офигенно яркая цвета, офигенный цвет кожи. В общем, сейчас я вам покажу, как я сделала из вот этого, вот этого. Вот, я сбросила эту фотографию до ее изначального вида. И давайте начинаем с света. Вот идет внизу это солнышко. И нажимаем кривая. Если честно, я все еще не разобралась до конца, как действуют вообще эти кривые, но я знаю, как сделать так, чтобы было клево. Просто повторяйте за мной. Здесь три цвета. Красный, зеленый и синий. И мы делаем как бы букву S этой кривой. То есть каждый цвет, он делается буквой S. То есть вот здесь мы делаем чуть-чуть вниз. Прям вот постарайтесь, чтобы все у вас получалось примерно как у меня. Готово. Идем дальше. Дальше. Контрастность минус 6. Свет минус 61. Тени плюс 15. Белые плюс 11. И черные плюс 29. Идем дальше. Внизу написано цвет. Идет такой подзаголовок. Так, здесь у нас с вами идет температура, оттенок, красочность, насыщенность. Температуру делаем плюс 21. Оттенок делаем плюс 17. Красочность минус 4. И насыщенность оставляем такую. Самое важное, это вот это вот во вкладке цвет мы заходим сюда в смешанные цвета. И каждый цвет мы редактируем. Красный у нас идет минус 12, минус 35, минус 7. Оранжевый. Оранжевый цвет у нас отвечает за цвет кожи. И вот мы делаем минус 3, минус 25 и яркость также минус 25. Далее заходим в желтый цвет. Желтый тоже иногда отвечает за цвет кожи. Делаем оттенок минус 8. Насыщенность минус 50. Практически убираем желтый цвет. И яркость плюс 12. Дальше зеленый цвет. Делаем минус 62. Зеленый цвет мы тоже в принципе убираем. Это знаете такая обработка, в которой если у вас есть зелий в профиле, то она у вас будет очень-очень нейтральная. То есть на всех фотографиях она будет одинаковая, что сейчас очень актуально. Минус 40 насыщенность. Так, и яркость оставляем нейтральной. Голубой цвет. Минус 62. Уходим. Минус 40 насыщенность. Яркость оставляем нейтральной. Синий цвет. Так, оттенок оставляем нейтральный, но насыщенность прибавляем на 51. И яркость нейтральной. Фиолетово-розовый в принципе здесь не присутствует, поэтому я даже не буду его как-то корректировать. Нажимаем готово. Дальше идем. Эффекты. Четкость делаем. Плюс 8. Так, удаление дымки вот это делаем так же плюс 8. Виньетку нам не нужна. Кто хочет, конечно же, можете добавить, но мне лично не нравится. Зернистость плюс 19. Так, и размер 25. Плавность 50. Так все и оставляется. И последняя вкладка это детали. В деталях добавляем резкость на 12. Это не резкость фотографии. Это яскость ваших деталей в самой фотографии. Так, ну 11-12. И все, в принципе, готово. Смотрим еще раз. До, после. Я думаю, самое главное находится именно вот в цветах и вот в этом вот свете, вот в этих вот кривых. Красный, зеленый и синий. Это прям три основные вот этих цвета, которые вы можете регулировать вот в этих кривых. И ваша итоговая обработка все равно будет как-то немного меняться. Поэтому, если у вас даже получилось как-то чуть-чуть по-другому, то просто пробуйте, и у вас получится то, что вам нравится больше всего. И чтобы скопировать вот эту вот всю обработку с этой фотографии и перенести ее на любую другую, просто вы берете, нажимаете вот на эти три точки. И нажимаете копировать настройки, выбираете все эти настройки, они здесь уже автоматически выбраны, нажимаете ОК. И вот, например, выходите, нажимаете на другую фотографию и вставляете. Так вот, вставить настройки. И вставляете эту обработку вот так же до, после. И так вы можете применять ко всей своей фотографии и тем самым делать так, чтобы у вас лента смотрелась под единой обработкой, чтобы все было красиво. И все, в принципе, все элементарно, можете, не знаю, или запомнить все эти настройки, или куда-то записать. Я буду очень рада, если вам не просто понравилось это видео, если вы еще и применили всю эту обработку на себе, и тем самым как-то нашли прям свой стиль обработки, не знаю, или просто открыли для себя это приложение. Поэтому буду ждать, что вы напишите спасибо Насте за обработку, было супер. И не забывайте подписываться на мой инстаграм, на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И всех целую, до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok